Приветствую вас. Давайте по порядку. Вы пишите, помогите мне. Хорошо. В чем вы видите помощь психолога? Вам. Вам лично, либо вам как паре с мужем. Да? Неважно. В чем и как вы видите помощь психолога. Это первое. Второе. Второе. Вы пишите, а я своего мужа заставил со мной развестись. Мария. Ну, честно говоря, немного странно это слышь, потому что заставить мужчину развестись своей женой никто не может. То есть он это может сделать, в общем-то, сам, если захочет. Вот. Он правда может это сделать сам. Он может сам захотеть с вами развестись. Но вы его не заставите. Никак. При всем желании. Поэтому извините, но здесь как-то очень неубедительно вы об этом говорите. То есть я думаю, что есть, ну, что-то еще, о чем мы не знаем, да, есть еще какие-то аспекты, о которых мы не знаем. Вот. Ну, например, есть какие-то элементы ваших отношений, вот, которые вы здесь нам просто не рассказываете. Вот. И, соответственно, очень важно, чтобы вы нам это пояснили. Как, понимаете, как может женщина, да, заставит своего мужа развестись? Если он ее любит, к примеру. То есть явно здесь что-то не так. Явно здесь что-то вот, ну, что-то есть еще. Вот. Дальше. Вы пишите, мы мусульмане. И что? Он сказал мне три слова, что со мной развелся. Желтого пожалеем, как нам вернуть брак. А как возвращается брак у вас? Ну, вот вы говорите, что вы мусульман. Как возвращается брак в вашей стране? Как? Что делать? Что делать? Если люди развелись? Я уверен, что обратно какая-то процедура тоже есть, наверное. Может быть, вам стоит, значит, ну, проконсультироваться с тем, кто в этом понимает. Может быть, может быть, с адептом вашей вере. У нас это священники. У вас, я не знаю, кто, но обратитесь, может быть, к этому человеку. Потому что, ну, просто странно немного, что вы разводитесь, да, говорите, что вы мусульмане, что он три раза сказал. Ну, так все же обратимо. Я более чем уверен. Вот. Дальше вы пишите, что мы оба жалеем о том, что сделали, да, и, соответственно, я так понимаю, что вы оба жалеете и хотите вернуть брак, да. Вот. Значит, ну, я думаю, что вопрос этот можно решить, чтобы вернуть брак. Вот. Что нельзя решить так просто, да, так это то, почему вы вообще развелись. Развод это довольно серьезная история. И, очевидно, что-то привело вас к нему, к разводу. Вот. И, соответственно, желательно было, желательно бы, если бы мы разобрали с вами эти аспекты, что привело к разводу, почему привело к разводу и так далее. То брак вы с трудом вернете, а потом опять старая проблема дастся себе знать и все, прости, прощай, пока. Смотрите, опять проблемы придется решать. То есть это как бы, ну, далеко не лучший вариант, понимаете, да, о чем идет пречь? Я надеюсь, вот. Так что, так вот, Мария, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, если вы действительно серьезно настроены, то вместе с мужем обращайтесь к психологу семейному, например, всегда на сайте и начинаете разбираться. Вот. И обязательно обратитесь к своему религиозному знатоку, который подскажет вам, что делать в вашей ситуации именно в рамках вашей веры, чтобы не нарушить какие-то нормы и не согрешить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. У меня к вам только один момент, что вы вот пишите, что заставили мужа разрешить. Ну, я не думаю, что взрослого мужчины можно что-то заставить делать. Да, этого не хочется. Так, что здесь, мне кажется, вы склонны видеть ситуацию не такой, какая она есть. Вот. Ну, это детали, да. Значит, я желаю вам удачи. Всего доброго. Если вам понравился самоответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Удачи вам.